Данно, ты уже говорил с Тони, у него есть какие-либо планы? Потому что он был полностью готов к бою, вы с ним уже говорили? Да, мы говорили, и он был абсолютно опустошен. Он пришел к нам, мы пообщались, и знаете, он был опустошен и разочарован, насколько это возможно. Так что я дал ему время просто подумать. Посмотрим, потому что, знаете, Хабиб бился совсем недавно, в ноябре, на UFC 205 в Нью-Йорке. И вот он уже должен был выйти на новый поединок. Две такие жесткие сгонки подряд. Я даже не знаю, может ли он чисто в принципе сделать вес. Может ему просто нужен лучший план для сгонки, или диетолог, или еще что-то. Но ему оставалось еще 3 кило, и он был в ужасной форме, если честно. Так что сейчас ему понадобится какое-то время на восстановление от этой сгонки, и дальше я даже не знаю, что делать. И последний вопрос, хотелось бы кое-что прояснить насчет Фергюсона. В прошлом были случаи, когда один из бойцов не мог выйти на бой, поединок отменялся, но второй боец получал деньги за бой. И ко всему еще это особый случай, это Комэйн Эвент с титулом на кону. Нет, мы никогда такого не делали. Значит, Тони не получил деньги за бой? Нет, он получил деньги, ему заплатили. Но, в общем, сколько-то заплатили. Когда вы до этого сказали, что если бы Хабиб позвонил вам ранее, или кто-то мог вам позвонить, то ситуация могла бы сложиться иначе. Что вы имели в виду, и что бы вы могли вообще сделать? Да, если бы они сначала позвонили доктору Дэвидсону или доктору Бриане, они улаживают медицинские вопросы для UFC. Так что наши доктора немедленно бы их отвезли в хорошую больницу, потому что они уехали туда, где его отвратительно лечили, потому что нужно понимать, это Вегас, ты можешь попасть черт знает куда. Так что он должен был оказаться в отличной больнице в Алии Хоспитал. Его бы немедленно приняли наши врачи, они бы немедленно осмотрели его и сделали все возможное. Но если притащиться в первую попавшуюся больницу в Лас-Вегасе, как сделали они, и если в этой больнице увидят такого пациента и узнают, что он на весогонке, то они немедленно начнут накачивать его жидкостью, что они сделали. Они тут же влили в него физраствор. Наши же доктора немедленно приняли бы его, осмотрели, проверили состояние. Я не говорю, что бой был бы спасен, но может быть. Мы уже бывали в таких ситуациях, так что это не впервые. Мы знаем, что у него была очень тяжелая весогонка, но что именно сказали врачи? У него начали отказывать почки, или что конкретно вообще с ним случилось? Я так понял, он испытывал боли, это может быть связано с почками, с печенью, или еще с чем-то, я не знаю. Я не знаю точно, что с ним было. Но в общем, он испытывал боли, я думаю, вы видели фото, в каком он состоянии был. Он выглядел ужасно. Но опять же, я не думаю, что была какая-то сильная угроза здоровью. Под этим я имею в виду долгосрочные проблемы, конечно, ему было плохо. Конечно, ему понадобится какое-то время, чтобы восстановиться от этой весогонки. Но с ситуацией гораздо лучше бы разобрались, если бы они позвонили доктору Дэвидсону или Бриане. Потому что его менеджер Али сказал, что их в этом госпитале лечили отвратительно.